можно и снимать дорогие друзья всем большой привет я рада видеть вас на своем канале меня зовут оля я немножечко исчезла с youtube потому что ну потому что потому что жизнь для меня youtube это хобби и это не мое не не мое боже мой почему это мне наоборот надету срочно срочно поменять и так давайте я буду продолжать не буду это вырезать не буду это делать черно-белым не буду это делать в ускоренном варианте у меня сегодня такой голосок не слушай себя так со стороны не знаю может быть вам не будет слышно что-то я считаю немножко по бух и каю со мной чай сейчас я вам покажу у нас такой прекрасный прекрасный сезон сезон соплей и кашлей я обычно этим не страдаю слава богу постучим по дереву но бывает иногда итак я вот купила себе вот такой вот чай толусы и потому что надо успокаивать нервы толстым я смеюсь и моя любимая любимая кружечка мама bear вот давайте потрясающий чай вот этот organic india и кстати я об этом рассказывал другом блоге на другом канале и так усаживайтесь поудобнее потому что у меня есть такое чувство что это видео будет супер-супер долго потому что ну я слишком долго отсутствовала здесь слишком долго не разговаривала с вами вот так вот наедине с телефоном это очень смешно но все эти бры меня поймут и не ютюберы тоже люди которые меня смотрят все меня поймут что ну все мы здесь собрались и все мы понимаем друг друга в любом случае название это видео говорит о том что сегодня 30 ноября я как все тоже буду говорить боже мой time flies куда улетает время куда она исчезает куда она испаряется и на самом деле это чувствует все что все как-то слишком ускорилось что что-то все сжалось сузилось как-то все сконцентрировалась в общем времени нет ни на что и ни у кого не хватает sw recherche как сильно слишком быстро бежит точно так же как и мои мысли точно так же какие мои дела и какие-то события вроде бы неделю назад что-то произошло что-то случилось то есть то что произошло даже тряслось а что-то что то просто было и ты такое поминаешь через неделю такой и америке можно это была всего лишь неделю назад как ощущение что-то было научить или не не знаю год назад а вещи которые происходили четыре года назад вообще кажется что они из прошлой жизни в общем так и живем Напишите мне в комментариях, что вы по этому поводу чувствуете и думаете, и так же ли это у вас. Итак, я себя, как обычно, завалила всякими разными делами. Помимо того, что у меня работа и не одна, ну я не знаю, об этом стоит ли говорить, наверное, нет, пока что, ну по крайней мере, не на этой стадии. В общем-то, я себя завалила работами, я работаю из дома, на двух работах я работаю из дома. И есть куча всего того, на что у меня нет времени просто, потому что есть еще и дети, есть еще и муж, есть еще и я, есть еще и дом, есть еще и готовка, уборка. Anyways, помощница у меня, так и не дошла я до помощницы, в каком-то, да, муж мне что-то как-то, как-то ему эта идея не очень нравится. В любом случае, я о том, это я ищу себе просто оправдание на то, что я просто забросила свои хобби, и YouTube это одно из моих любимейших хоббис. Сегодня 30 ноября, и все, кто работает с цифрами и там всякими разными деньгами, знают, что 30 ноября это, в принципе, конец месяца, и надо все-все-все сделать. У меня сейчас на работе куча работы, и сейчас муж меня отругал и говорит, ты знаешь, вот ты сейчас ищешь себе оправдание и убегаешь от того, что надо сделать. Он у меня такой, он у меня овен, я близнец. Я близнецы, в общем, у нас такой союз громнейший, потому что я витаю в облаках, а он скачет по земле строгами своими. В общем, да, это он мне дал, конечно, выписал, мне сейчас будем гулять, но я ему сказала так, что для того, чтобы мне работать в скучной работе, мне нужно вдохновение, мне нужна муза, и я себя буквально заставила, сейчас полуденство, полуденство с накрашенными даже ресницами, я ресницы крашу только по праздникам. И поэтому сегодня праздник, у-ху! Итак, 4.25, я очень надеюсь вообще снять это видео вообще практически одним дублем, потому что у меня нет времени на монтаж, господи, боже мой. Итак, ноябрь месяц был прекрасен, был прекрасен, как все месяца, потому что я вообще выбираю ценить маленькие моменты, ценить большие моменты, ценить вообще все, что происходит в моей жизни. И хотелось бы заякорить этот месяц, и мне вот нравится такой формат, лучшее, что я любила там в ноябре, лучшее, что я там любила в январе. Во-первых, это всегда формат болтологический, я люблю болтологические видео, и поэтому я, наверное, буду их снимать чаще. И вообще, я хотела еще раз вам рассказать, что у меня открылся еще один канал, я сделала немножко переферментацию своего ютубного вот этого действа, что у меня происходит. Я открыла еще один канал, который будет только влоговый, только там будет только семья, готовка, та-та-та, а здесь будет только все, что связано с моей персоной, то есть все, что связано с моими мыслями, с моими косметиками, с моими, в общем, вот это вот, все, что связано только со мной, это будет здесь. И, наверное, здесь же и будут распаковочки iHerb, потому что, ну, это, в принципе, такой, знаете, семейный, семейный такой контент, потому что я обычно делаю эти распаковки с Элиан, и, кстати, у нас лежит коробка уже пятый день распакованная, но мы ее не сняли, в общем, да. В любом случае подписывайтесь на влоговый канал, если вам нравятся влоги о путешествиях, просто о семье и т.д. и т.п., вот эта вот вся рутинная жизнь, иногда она с какими-то яркими красками, в общем, подписывайтесь на мой влоговый канал, он будет, ссылка будет в описании, это в любом случае это Оля Ви Фэмили, очень все легко и просто. Итак, давайте же, давайте же перейдем, а у меня вот здесь вот список, давайте перейдем непосредственно к, боже мой, мне придется это монтировать, потому что я что-то забэкаю и мэкаю. Итак, смотрите, какая красотень, красотинская, это потрясающий, потрясающий ежедневник, календарь, все, два в одном, много в одном, это вообще мама моя привезла моей дочери, и такая, а Эли, я еще говорила ей, когда она спрашивала Оле, что-то перевезти, я говорила, Эли любит всякие вот эти вот тетрадочки, т.д. и т.п., кстати, у меня сейчас Алиэкспресс, ее блокноты, вот эти вот пухнастые меховые блокноты где-то застряли, у нас с почты какая-то фигня происходит, ну, в общем. Она привезла, и я такая, боже мой, это такой потрясающий календарь, посмотрите, посмотрите на этот ежедневник, посмотрите, какая-то красота. Во-первых, здесь есть наклеечки, так, здесь вот есть наклеечки, и здесь есть вот такие вот quotes, то есть такие вот предложения, такие вот какие-то мотивирующие вот такие вот вещи, которые, кстати, тоже у меня были большие планы на них, и я, как обычно, планирую, планирую, планирую все в своем мире, в своих мозгах, в своей голове, и пока у меня что-то именно до факта, именно физического вот этого воплощения дойдет, о, господи, боже мой. В любом случае, здесь у меня у нас написано Never forget that the most powerful force on earth is love. Самая, никогда не забывай, что самая вот такая вот сила, которая наиболее сильная на земле, это любовь. Люди, любите друг друга, это не могу не согласиться, и это сказал Нельсон Оркфеллер. Хуясо, я не знаю. В любом случае, здесь у меня просто список, что я любила в этом месяце, и я полюбила этот ежедневник, finally, он у меня здесь с июля 22-го года по декабрь 23-го, поэтому прекрасно, что я его полюбила. Итак, и вот, да, вот он, я его люблю, и мне надо к нему просто, он мне лежит на рабочем моем столе, который является одновременно кухонным нашим столом, потому что у меня офис на кухне, и, да, я его люблю, потому что он очень, очень классный, и я буду больше ему уделять внимания. Итак, давайте же, знаете как, я еще буду делать видео, что я любила из косметики, поэтому косметики здесь в этом видео не будет, и это будет такой, знаете, как собирательный такой образ, собирательный образ за 22-го года, потому что, в принципе, я не особо крашусь, но я очень люблю это делать, и я где-то, где-то, где-то там, я жалею о том, что я это не делаю чаще, потому что вот сейчас я немножечко прихорошилась, но совершенно немножко, немножко консилера, потому что какие-то синяки у меня были под глазами, немножечко-немножечко такого у меня есть, такой как типа тон, ну, такой буквально его не видно, и много румян, моя любимая помада, немножечко тенюшек и даже немножечко туши коричневой. В любом случае, давайте я вам расскажу все по списку, и, может быть, естественно, будет белтология, потому что, вы видите, меня несет, потому что я очень-очень соскучилась. Итак, вот такая вот эссенция. Посмотрите, я, ну, видите, я ее пользую, но я ее начала пользоваться сравнительно недавно. Кстати, у меня, может быть, будет здесь свет туда-сюда бегать, потому что у нас тучи приходят-уходят, вообще, как-то капает дождь, в общем, что-то непонятное с погодой, поэтому sorry. Итак, Hyaluron Skin Essence, вот такая вот эссенция, так, фокусируйся, товарищ, Real Complexion, вот так называется этот бренд, и это, я не понимаю, да, вот. И это я заказывала, все, кто следят за мной за моими распаковками iHerb, то, видя, что я заказывала вот такой вот на албом, просто на албом, я даже не читаю, вот такой вот маленький-маленький travel size пакетик, такой вот мешочек. В общем, и там было 4 продукта этого бренда, вот такие вот малюсенькие, малюсенькие. И я пока доберусь до чего-то, в общем, я добралась, и это просто 5 в 1 и 11 free system, то есть, видимо, тут 11, нет каких-то 11 бяк, и 5 хороших в одном. В общем, это Hyaluron кислота, и я ее наношу просто на ладошку, вот так, о боже, так, 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 и вот так. И, в принципе, я это делаю только вечером, когда я уже умылась, и вот, в принципе, без ночного крема то у меня действует. Что мне нравится? Мне очень нравится, как моя сухая, склонная, вернее, нормальная склонная к сухости кожа реагирует на это. Она просто потрясающе впитывает, прежде всего, очень классно впитывается, и она мне супер-супер-супер увлажняет. Я просто иногда, и мне просто не требуется следующее увлажнение. Может быть, я делаю какую-то ошибку, скорее всего, но мне эта штука очень нравится, поэтому у всех, у кого есть такой тип кожи, посмотрите, присмотрите на Herbie, я покупала, но я уверена, что она тоже есть на каких-то еще корейских сайтах, которые я очень люблю, кстати, Джолси, еще ни разу не заказывала, то есть не заказывала еще один заказ повторно, хотя у меня постоянно рука тянется туда, об этом мы тоже поговорим с вами в следующих видео. Так, дальше, что у меня здесь по списку, хотя я тут и поставила их, это такие вот бальзамчики, которые третий у меня упал, так, стоять, а то у меня еще что-то любимое в ноябре падает здесь. Итак, вот такие вот бальзамы для губ, я обожаю, обожаю эти бальзамы для губ, я их практически, в каждая третья, наверное, посылка iHerb у меня вот этот вот наборчик, 8 этих, 8 бальзамов стоят, ну, сущие там, не знаю, сколько там, 3, 4, 5 долларов, по-моему, меньше, я не помню. Постоянно iHerb мне пишут, что я их никогда не пробовала, попробуйте вот это, 8 этих бальзамов, я такая, давай, iHerb, если ты предлагаешь мне это попробовать, еще 350-тысячный раз, я обязательно это попробую, поэтому это у меня, эти бальзамы, они у меня раскиданы абсолютно во всех сумках, ими пользуется также моя дочь, и Арику я тоже даю, в общем, хотя они все, Арик говорит, нет, мужчины, то есть это мой сын, не мажут губы бальзамом, муж мой вообще говорит, боже мой, нет, 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 но иногда губы тоже обветриваются, поэтому я им тоже даю, и, так, что из-за такого у нас еще физического, а, ну, давайте я расскажу вам, что мне нравится, а, боже мой, стоит слон в комнате, вот такая вот, посмотрите, я когда вижу, когда у меня какой-то продукт просто подходит к концу, мне просто аж, просто аж, 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 душа радуется, просто сердце поет, вот, и все мои вот эти вот фибры женские, я очень люблю, когда у меня заканчиваются продукты, потому что это показывает, что я просто ими пользуюсь, итак, вот это вот Rice Water Bride, это такая рисовая типа вода, но это не вода, это богатый, богатый масло, это, я не знаю, либо это вот это вот, которое масло называется, его фамилия, я, ну, боже мой, я забыла, как это называется, в общем, есть такое масло, которое умывалка, вот это потрясающая вещь от The Face Shop, ну, вот так это выглядит, я это покупала на Джолси, кто видел распаковку с сайта Джолси, это корейская, корейские косметики, корейские косметики, корейский сайт, соответственно, то видели, я просто это увидела в, типа, в рекомендованных, я тогда первый раз зашла туда и просто потерялась, в общем, в раю, я была в раю, и так, это просто умывалка, это такое масло, а, гидрофильное, боже мой, я вспомнила это слово, гидрофильное, я не думаю, что это гидрофильное масло, но хотя, потому что здесь не заявлено, что это гидрофильное, в любом случае, это потрясающая штука, вы когда ее, кстати, когда-нибудь сделаем с вами видео, типа, в день со мной, собрайся со мной, вот это вот все, и там вы увидите, как я им умываюсь, во-первых, у него потрясающий аромат, аромат такой, знаете, вроде, ну, так он не передается, ну, аромат какой-то чистоты, какой-то свежести какой-то, значит, простой, простой такой аромат, не какой-то лухари, а очень классный, простой, чистый, чистый аромат, и что мне нравится, что вот оно, видите, вот такое вот жиденькое, я его просто несколько пампов, несколько пшиков на руку, вот так вот делаю, и когда оно соприкасается с моим лицом, то оно превращается в какую-то такую белую, типа, белую какую-то эмульсию, эссенцию, жидкость, она не растекается, а в принципе я делаю вот такими вот круговыми движениями по лицу, там шея и начинаю чистить зубы, и потом уже когда я уже почистила зубы, я обычно смываю, вот такой вот у меня ритуал, обычно я вот так вот это все делаю, даю продукту немножечко на своем лице побывать, ну если просто хочется умыться, то понятно. В любом случае, мне очень нравится эта вещь, и я в следующий раз, когда буду заказывать что-то подобное, вот мне очень нравится такая умывалка, у меня одна умывалка, которая уже 300, не знаю сколько там, я наверное год пользуюсь, с iHerb я покупала такой вот боняк, не помню никакого бренда, если вам интересно, то пишите мне в комментариях, я обязательно кину ссылку и на это, и на, и вообще на все, у меня есть ванная умывалка, вот тоже такая, потому что я пенки не люблю, не люблю, что еще там не люблю, да, ну в общем пенки я не люблю, я люблю вот такое вот, что-то такое, и надо будет, наверное, мне что-то купить, какое-то молочко для умывалки, в общем, посмотрим, будем, будем, смотреть, в общем, это я очень любила, из музыки, что я любила в таки, тетенька Тейлор Свифт доросла до меня, именно так, не иначе, то есть не я до нее, потому что она была, чем нельзя, насколько, но в любом случае, ее музыка дошла до того, чтобы я полюбила ее, вот этот ее последний альбом, очень-очень-очень классный, как называется, я не помню, он у меня здесь, естественно, в iTunes, что там со светом связано, я не помню, боже мой, я не помню, как называется этот альбом, в любом случае, он вышел совершенно недавно, и там, я вам серьезно говорю, когда я делаю, например, спорт, я обычно слушаю всякие лекции, всякие разные эфиры и т.д. и т.п. или какие-то интервью, но иногда, когда вот ничего нет, абсолютно, да, то я включаю музыку, и последний, последний месяц это была Taylor Swift, и мне нравится, это абсолютно какой-то нонсенс, мне нравятся абсолютно все песни в этом альбоме, есть, конечно, которые больше не нравятся, которые меньше мне нравятся, но в принципе, у меня нет такого, что я переключаю эту песню, либо же я сортирую песни в какой-то, ну, в какой-то другой свой альбом, потому что у меня есть тоже такое, в любом случае, всем, кому нравится какая-то такая вот попсня, спокойная, легкая, но, кстати, у нее очень классные тоже слова, мне очень нравится, и я очень-очень советую ее новый альбом, Taylor Swift, так, что у нас дальше, если мы про музыку, то давайте я вам еще скажу, что у нас было такое, достаточно такое интересное событие, кстати, если вы не следите за мной в инстаграм, то вот он, это просто Оля Ви, ну, очень проще про слова, я в инстаграм достаточно активная, и там я вам рассказывала, показывала, ну, все, кто там со мной дружит, то я вам рассказывала, что мы ходили на концерт звезды украинской поп-музыки Ирины Билок, Ирина Билок, ну, в общем, Ирина она, Ирина на украинском языке, и это, знаете, у меня было такое путешествие в какое-то прошлое, потому что я выросла на ее песнях, я не знаю, сколько Ири лет, ну, в принципе, это не важно, но вот я помню, что свою юность и свою, в принципе, ну, молодость, я не знаю, как это назвать, но, в общем, где-то с лет, может быть, даже с 12, я уже пела и песни Ирины Билок с, даже вот, наверное, с этим, то есть я пела с этим, с лаком для волос, маминым в виде микрофона, и уже перед зеркалом, я пела ее песни, в коридоре у нас будет какое-то большое зеркало, и, в общем, в прихожей, поэтому у меня очень-очень много связано с ее песнями, ее альбом «Фарбы» тоже, такой, знаете, такие восстанавливаются, мы только с Яриком тогда познакомились, и, в общем, это просто что-то, такое, знаете, реально окунулись в те, вот в то время, и, соответственно, у нее есть новая еще песня, которую мы тоже слышали, «Там и сям», уже когда, уже давно жили в Израиле, это первый раз, когда она приезжала в Израиле на гастроли, и, если честно, мы такие, сначала мы пожмотились на билеты, потому что это стоило где-то 280 шекелей, а курс доллара у нас так, 100 долларов – это 340 шекелей, 360 шекелей, в общем, короче говоря, это что-то как-то я такая, ну, что-то как-то так, ну, что-то не это, вот, вот, и потом мы искали, начали искать бэбиситтера, и так сложилось, что были у нас бэбиситтеры, аж два дома в это время, но такая случилась очень-очень смешная история, что Ярик говорит, такой вечер мне какой-то из дней, это было какого-то 20, какого-то 11 ноября, что-то в этом роде, не помню уже, какого числа, если честно, это была какая-то пятница, и, да, ну, это было 11 ноября, и Ярик мне говорит, какой-то день, ты знаешь, я таки купила тебе билеты, что-то там вылезла какая-то реклама, и я такая, я такой подумала, что это типа знак, и я купила, я такая, а, ну, хорошо, купил, купил, типа, с детьми договорился, посидят соляны, посидят, посидят, вот, и в пятницу, в аккурат в этот день, значит, у нас приезжал еще Женя, очень много людей, вообще не помню, кто такой Женя, Женя – это Ярика, сын от первого брака, ему 27 лет, слава богу, с половиной, он живет в Германии, это история такая, ну, в общем, да, это история, которая, наверное, требует отдельного рассказа, но это, да, это Ярика сын, и мы его очень любим, он любит нас, и слава богу, мы его уже видели после четырех с половиной лет, что мы его не видели, в общем, он был у нас, и ехал к нам на полторы недели потусить, и мы ехали утром в пятницу, он в Хамад Гадаре, это у нас такие горячие источники в Израиле, на, ну, ехать на, на Кенерат, ехать на север, и мы утром собираемся, и мы хотели на этих источниках потусить долго, потому что в пятницу они открыты где-то до девяти вечера, и Элиана говорит нам такая, вы же вечером, типа, идете на концерт, и мы такие с Яриком, о боже, мы реально забыли про этот концерт, это не то, что нам было, он был, он не важен, мы просто, вот это, про то, о чем я вам говорю, что в день происходит так много событий, все, так как-то много всего, что ты такой, особенно, когда, ну, когда приезжает кто-то еще к тебе, в общем, мы абсолютно, благодаря Элиане, просто не всрали, извините за выражение, вот эти вот два билета, понимаете, вот, поэтому мы так, достаточно там быстренько, быстренько в этих горячих источников поплюхались, приехали домой, и пошли на концерт, и это было просто потрясающе, потому что, ну да, конечно, вся, все могут понять, и понять всю тему, которая связана с Украиной, с войной, сколько было украинских флагов, сколько я там наревелась, это просто, во-первых, сначала это были слезы какой-то ностальгии, потом это были слезы радости, потом это были слезы горя, потом это были слезы восторга, в общем, это просто, серьезно говорю, я очень впечатлительный человек, может, никто не заметил, в общем, впечатлительный, я очень эмоциональная, и я, конечно, там очень понравилась, я запомню этот концерт, я просто сейчас уже покашляла, и мне уже лучше, а нет, я кашляла еще раз, и так, что я любила, еще полюбила в ноябре, у нас немножко, немножко, немножко приходит зима, и немножко похолодало, и можно уже надевать вот такие вот халатики, я этот халат вам показывала в распаковках, то, что мы купили в Греции, то, что мы еще с Лелей снимали, непосредственно находясь на Родусе, и мы снимали там с ней прямо с гостиницы, что мы купили, и я это купила в Ойшо, прикольное название, Ойшо, и так, я это купила в Ойшо, и вот такой прекрасный, прекрасный халат, я, может быть, где-то здесь ставлю вам фотографии, если сфотографируюсь, и я просто, он такой классный, он такой мягенький, он, наверное, сделан из какого-то, из какого-то, не знаю, из какого-то, не очень качественного, вернее, не очень качественного, я неправильно сказала, не очень натурального материала, такой-нибудь, наверное, полиэстер, но это такое мягенькое, такое классное, цвет мышино-оливковый, ну, нет, он мышиный, он, он, скорее всего, мышиный, он никакой, он не оливковый, это все-таки, наверное, какой-то мышиный цвет, и он очень классный, вот здесь вот внутри вот такая вот завязочка есть, И я еще прикупила тогда же вот такие вот тапулечки. Боже мой. Какие они классненькие. Они супер-супер мягкие. Ярик сказал, что это бабские тапки. Но Ярик имеет право на свое мнение. Мне они нравятся, потому что они супер-супер мягенькие. И супер-супер такие флаффи и классные. И мне в них очень удобно. И я, может быть, это даже согласна с моим мужем. Но я буду их носить. Они потрясающие. В этом месяце, в ноябре, я проходила практикум у Юлии Дышевски. Те, кто меня знает в инстаграм, кто там со мной дружит. Либо же смотрит распаковки на iHerb. Я очень часто упоминаю. Потому что, во-первых, это... Давайте зачем, что ты классный человек. С чувством юмора. Чувство юмора для меня это вообще одно из лучших. И одно из, наверное, важнейших вообще качеств в человеке. Которые я рассматриваю как кандидата. Люди, которые, в принципе, мне нужны по жизни. Она еще специалист по питанию. Заканчивала очень-очень крутые заведения учебные в Израиле и вообще по всему миру. Юля сделала практикум, который называется «Еда для здоровья». И там она помимо, как обычно в своем стиле, помимо рассказать, что полезно, что не полезно, она просто дала целый спектр, целый какой-то путеводитель по, не знаю, по всему, что связано с питанием. Там от планирования финансов до как проращивать, в общем, проростки. Как вот это вообще все делать. И почему я с вами здесь делюсь? Потому что, во-первых, я всегда делюсь с вами тем, что мне нравится лично. И что я лично попробовала. И я просто реально рекомендую всех, кто не знает, что приготовить на завтрак, обед, ужин, не знает, как делать правильно закупки, не знает, как правильно планировать закупки, не знает даже, какие анализы стоит делать и не стоит делать. Я просто вам от всей души рекомендую практику, потому что я знаю, что Юля анонсировала у себя в Инстаграме. Я знаю, что 5 декабря начинается второй поток. И я просто, я не знаю, будет она это продолжать или нет, но я просто от всей души рекомендую. Проводят в Телеграме. Также еще связано с сайтами. Там все очень легко и просто. У вас личный кабинет, у вас есть лекции, которые открываются и в Телеграме, и на сайте. В общем, все очень легко, доступно и очень-очень классно сделано. Поэтому я от всей души рекомендую этот продукт. Я залинкую внизу ссылку, и все, кому просто лень заходить внизу, открывать это все дело, то пишите мне в комментариях. Либо же, да, пишите мне в комментариях, либо же, может, если вам удобнее в Инстаграме, я просто буду вам эту ссылку давать. Я уверена, что все, кто прослушает, даже, может быть, все такие заядлые ппшницы, например, я для себя очень-очень много всего узнаю из ее лекций, из ее уроков, из вообще всего, что она дает. И каких-то даже простых, какие-то очень сильно даже, ну и вообще, серьезно, каких-то простых-простых рецептов, которые она дает. Она, кстати, не дает вот эти вот с какими-то, знаете, супер-супер какими-то ингредиентами, которым надо выискивать. Очень классные у нее рецепты. Я буквально недавно делала корочка в соевом соусе, который она просто кинула в чат. И это было просто потрясающе. Я даже забыла, ну я сфоткала, даже забыла поделиться в этом Инстаграм. В общем, все, кому эта тема интересна, питание, семьи, себя и т.д. и т.п., просто welcome. Очень-очень советую. Да, конечно, все снимать видео в самый-самый загруженный день. У меня месяца это было, ну это в моем стиле. Я просто сейчас зашла в компьютер и посмотрела, что там просто завал. Итак, что еще хотела сказать? Я хотела сказать вам очень-очень вкратце, что мне очень нравится снимать, именно монтировать рилс в Инстаграме. Здесь я иногда шорт скидаю. Если вам нравятся такие вот коротенькие видео, то дайте мне знать тоже в комментариях. Мне это, в принципе, мне это очень нравится. Это, знаете, прям, ну это сродни, прям вот если вы бы, вы какая-то звезда и вы снимаете какой-то музыкальный видеоклип. Это может быть какой-то видеоряд и т.д. и т.п. Это очень-очень, ну где-то у меня вот эта вот параллель проходит в моей голове. Это мне очень-очень нравится, я кайфую. Я иногда даже, так знаете, залипаю на своих рилсах. Просто захожу в категорию рилс у меня в Инстаграме. Я такая просматриваю, такая, вау, языки, какая потрясающая вообще красота. Еще мне нравилось в этом месяце, что я полюбила в этом месяце. Я таки вспомнила полюбить себя. А именно, одна часть из вот этого всего, мы, кстати, об этом еще с вами поговорим. Если вам такая тема нравится, если вам такая тема интересна, то ставьте лайки, пишите в комментариях. Кстати, еще немножко отходя от темы, если вы следите за мной, и если ваш мозг воспринимает то, что я постоянно бегаю по разным темам, то вы просто мой человек. Поступила инсайдерская инфа, что YouTube засчитывает лайки, которые человек ставит уже в конце видео. Я буквально себя бью по рукам, потому что я как только открываю своего любимого ютюбера, я такой консюмер, я очень-очень такой тяжелый потребитель YouTube, потому что я работаю из дома, постоянно хожу из дома, поэтому мне постоянно надо, чтобы мне что-то играло. Абсолютно разный-разный контент я смотрю, кстати говоря, если вам тоже такая тема интересна, про какие-то новые или интересные, или то, что мне нравится именно по теме YouTube, тоже пишите в комментариях. Обязательно я это видео сниму, потому что, опять же, еще раз повторюсь, я очень люблю YouTube. Я себя уже бью по рукам, потому что включая видео любимого ютюбера, сразу ставишь автоматический лайк. Нет, я сделаю это уже в конце, и тогда YouTube засчитывает это, в принципе, как лайк, потому что говорят, мотивируют это тем, что объясняют это тем, что, в принципе, вот человек посмотрел твой контент, посмотрел, что ты там выдал, что ты там выложил, и когда он поставил лайк, то это, в принципе, лайк, который, ну, типа, честный, что ли, так. Поэтому, если вы уже лайкали это видео, перелайкайте его еще раз. Если вам нравится мой контент, то, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Это продвигает мой канал. Все любят, то есть, все любят продвижение. Ну, давайте я не буду за себя говорить, я люблю движение, я не люблю, когда оно стоит на месте, все топчется, я тогда, мне это не нравится. Интерес это теряется, YouTube это исключительно мое хобби, это не моя работа, поэтому лайк это виртуальное спасибо за то, что вы посмотрели, такая небольшая благодарность. Это такая, знаете, win-win situation. Конечно, вы говорите спасибо, вы благодарите за то, что вам дал креатор, за то, что вам дал человек, который создал данный контент, а человека это продвигает где-то там в этих вот, просто в многомиллиардной тьме этих видео. Это достаточно сложно на самом деле выбраться из этого количества, из этого просто океана, океана контента. Поэтому буду вам тоже благодарна. Я уверена, что половину из того, что я любила в ноябре, я забыла, но в любом случае, я думаю, что и этого вам хватило. До встречи в следующих видео и... Bye!